Всем привет! Вот у нас есть современный фотоаппарат Canon И наступает такой момент, что нам надо перебросить файлы с этого фотоаппарата на компьютер Если у нас в компьютере нет картридера, то мы берем с собой вот такой вот USB Pro Мы уберем наш компьютер, один конец провода подключаем в камеру Ну тут ничего сложного нету, тем более современные камеры имеют разъем Type-C, подключили То другой конец подключаем тоже в компьютер, например у меня в ноутбуке есть тоже разъем Type-C И включаем нашу камеру На компьютере у нас появился папка, открылся, ну и это все нормально Мы открываем папку, мы видим SIM, ну вот все тут стандартно, ну и вот видны наши файлы Вот видны фотографии и видны наши видеофайлы И вот видите, вот два видеофайла, да, все верно, как и название нашего видео Как скопировать видеофайлы больше 4 гигабайт с фотоаппарата Canon Вот вы видите два видеофайла, два видеофайла, которые больше 4 гигабайт И поэтому в проводнике они показываются как 0.0 килобайт Вот файл 3.99, и да, он работает, его можно скопировать Вот файлы больше, меньше Ну и конечно все это работает, все это работает нормально Но что же делать, если вы записали файл больше, больше 4 гигабайт Почему же так происходит? В инструкции написано как-то немножко, ну, мутновато На самом деле это все происходит из-за того, что если у вас карточка памяти Вот карточка памяти, видите Если у вас карточка памяти на 64 гигабайта и больше У вас все верно, у вас будут файлы больше 4 гигабайт Потому что они форматируются файлами системы EXFAT И эта файловая система поддерживает все верно Она поддерживает файлы больше 4 гигабайт Но при этом фотоаппараты Canon работают через медиатрансфер протокол Который как раз и не поддерживает эти файлы больше 4 гигабайт А вот если бы фотоаппараты Canon работали в режиме простой USB флешки То проблем бы этих не было, но увы Это же Canon И почему-то они поддерживают этот вот протокол В результате мы видим то, что мы видим Видеофайлы, то, что больше 4 гигабайт мы не видим Что же нам рекомендует сам Canon? Canon нам рекомендует использовать либо картридер Вот картридер, берем картридер, один штука Ну вот у меня картридер Один штука, видите, картридер Но не у всех есть картридеры И картридеры это, ну, надо еще купить отдельно Но файл это перебросить надо, а провод есть Поэтому написано, что надо скачать EOS Utility EOS Utility, либо картридер Ну да что ж, давайте скачаем EOS Utility Для этого проходим на сайт Canon Поддержка И выбираем здесь наше устройство Например, у нас сейчас есть такая замечательная камера, как Canon R8 Вводим это Canon R8 Вводим, ух! И выбираем программное обеспечение Программное обеспечение есть Photo Digital Professional Это нам не нужно для этого дела А есть EOS Utility И вот нам EOS Utility и нужны Проверяем наличие доступных загрузок И скачиваем эту программу Загрузить, загрузить И тут еще, вон, пошла загрузка Вот она пошла загрузка Загружается эта самая Canon EOS Utility Ждем, когда она завершится И потом устанавливаем эту самую программу Да, что-то так медленно загружается Ну что ж, ждем Куда нам спешить? Очень медленно загружается Не, я усну, пока она загрузится Открываем файл Ну и вот наша программа Запускаем ее установку Выбираем Россия Далее Ну и тут, собственно Ставим саму программу Установить Установка завершена Быстро и просто Потому что ТПО у меня уже стоит Но не суть дела Теперь мы открываем Дальше здесь ищем В пуске Где у нас тут? Canon, 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 Canon Canon, я сказал Canon Utility И вот выбираем Canon EOS Utility Выбираем Canon EOS Utility Браузер можно свернуть Это тоже можно свернуть Загружается наша программа Canon EOS Utility И выбираем Загрузить изображение на компьютер Так, выбрать и загрузить Вон наша камера определилась Сейчас программа должна подключиться К нашей камере Ну вот она подключилась Вот мы видим фотокадры разные Тут фотокадры Которые были Как это Как что-то Чтобы забить карточку Для того, чтобы показать Что фотокадры существуют Ну и где же там Наши видеофайлы Пожирнее которые Так, вот тут вот Я что-то снимал Тут что-то снимал Ну вот Файл Аж на 39 минут И этот видеофайл Понятно, что он Не будет нормально Загружаться через МТП Потому что Он слишком большой Ну вот еще есть Фотокай файлы Но нас же задача Скачать этот файл Ну вот Выбрали файл Нажимаем Загрузить Куда же загрузить? Выбираем Папку на значение Обзор Ну и куда же Мы ее будем грузить? Куда-куда-куда Да, вот в эту новую папку Которую мы создали Окей И окей Ну и все Можем ждать теперь Пока оно загрузится Попить чаечек Попить кофеечек Потому что Хоть у нас Камера и поддержит USB 3.0 Но файлик Ползет достаточно медленно Ну или у меня Такой кривой SSD Ну тут будет конечно Ускорение Попить кофеечек Да, с такой скоростью работы Можно и уснуть Я не знаю Сколько уже минут прошло Но за это время Уже тут кот успел Нашкодить Кот уже успел Набегаться И уже сказал мне Хозяин Хватит страдать туфтой Своей Современной камерой USB 3.0 Которой у нее Ставлю Чудо свершилось Вот так вот Долго Файл перебрасывался Теперь мы еще Открываем Программа Canon Digital Photo Professional Самая лучшая программа Если у вас Новая камера А гайтер у меня Обновился Ну это же Canon Но минус Конечно Да Долго Очень долго Очень 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 Долго Запустилась Эта программа Нам она сейчас Не нужна Закрываем ее Так Возникает вопрос Может все таки Лучше по Карт-ридеру Давайте попробуем По Карт-ридеру Запускаем Эту программу Точнее Закрываем Программу От Canon Выключаем Нашу камеру От компьютера Выключаем Наш фотоаппарат Отключаем USB провод Достаем Нашу Высокоскоростную Карточку Памяти Высокоскоростная UHS-2.0 Карточка памяти Где она тут Завалилась у меня Вот Высокоскоростная Карточка памяти Вставляем ее В картридер А картридер Мы подключим К тому же Type-C Через приходник USB 3.0 Type-C Ну Фокусируйся Подключаем X Где у нас Type-C Подключились Подключились И что мы видим Мы видим Да Мы видим Все эти наши файлы И теперь у нас Нет каких-то проблем И те файлы Которые весили Много и очень много Все верно Мы их прекрасно видим И самое важное Это скорость работы Вот тот был файл На 8 гигабайт 8.34 Создаем папочку Создать Этот файл На 8.34 Вот он файл 8.34 Мы его Все верно Просто так же копируем Но теперь Посмотрите На скорость Чтения записи Да У меня тут SSD Не такой шустрый Но Хоть и написано USB 3.0 Вот он USB 3.0 Но сравните Скорость Разница записи И как быстро Бежит файл Вот это я понимаю Скорость А не то Что там было По проводу Хотя может У меня провод Не торт Может у нас Другой провод Но я уже снимал Несколько дублей И я менял провода Что этот провод Что другой провод По ним скорость Была Ну Никакая Ну еще У меня конечно SSD тут стоит Ну так Так называемый Так себе SSD У которого Буфер уже закончился И пошло Торможение Но это уже Вторичное Так что Да Купили фотоаппарат Крутой Покупите себе Крестридер Это будет Куда быстрее Чем вот так вот Перебрасывать Все по проводу Но если вы Никуда не спешите И если вы Просто делаете Фотографии А не занимаетесь Видео То вам Провод не нужен Ну а если вы Используете Видео И пишите файлы Больше 4 гигабайт То увы Без провода Никак А тут у меня Ну Втыклась В скорость Моего SSD В ноутбуке Такой Быстрый SSD И вот так Долго Думает Да Надо бы SSD Тут поменять Так что Вот так вот Используйте Лучший Картридер И не используйте Передачу По проводу Ну а в крайнем случае Да Провод Это удобно Спасибо За внимание Надолго Что еще Там будешь А Ну Называется Быстрый Шустрый SSD Поставил В ноутбук Я так даже Постарею А когда то Да Файлы Такого Объема Передавались Быстро И очень Быстро Но Но сейчас Все смотрится Как то Грустно Все Сохранилось Ну а тем Что досмотрелось Это все До конца Тоже Спасибо За внимание Лайки Дизайки Подписки Отписки Ну и Можете Поддержать Канал Все ссылки В описании К ролику